Приветствуемые дорогие! Сегодня у нас особый день, Страстная Пятница, День Скорби. Цвет синий, его оттенки, как образ печали и мудрости, и того критерия, по которому определяется смысл жизни. Это великая, безусловная, жертвенная любовь. И в этот день я хотел рассказать вам о событиях, которым весь мир и мы ожидаем в этом году. Это выборы президента США. Первый вторник, ноября, так обычно проходят выборы в Соединенных Штатах Америки. И в этом году это будет 5 ноября 2024 года. И мы знаем, что два главных кандидата – это люди, которые родились в пятницу. И я специально сегодня, в день Страстной Пятницы, День Голгофы, той самой Голгофы, когда Христа распяли, проведя над ним такие унижения, оскорбления, заушения и прочее. И вот эти два человека, Дональд Трамп и Джо Байден, тоже родились в пятницу. Оба. Джо Байден родился в пятницу 20 ноября 1942 года. 1942 год – год Сатурна, субботний год – суровый, тяжелый. В Америке тогда был бэби-бум, в этот период времени, когда вся Европа была окровавлена, обесточена людскими ресурсами, обескровлена. Америка, наоборот, процветала, и там была особая рождаемость повышенная, скажем так. И вот родились эти два человека – Дональд Трамп 14 июня, в пятницу 1946 года, и Джо Байден 20 ноября 1942 года. Джо Байден, 1942 год, долгожители, потому что год Сатурна – это долгожители. Основательность, фундаментальность, прочность, осознанность, суровость, требовательность, аскетичность отчасти. Это хороший год 1942, уверенный, убежденный, центричный, классический, такой для католика особенно такой год фундаментальный. Но 20 ноября – это особый период. Вот накануне он родился праздника архистратига Михаила и всех небесных сил бесплотных. 21 ноября мы отмечаем этот день каждый год. И вот накануне этого дня, в последний день вот такой самой тяжелой битвой бесовской за душу каждого человека перед праздником, родился этот человек. То есть у Джо Байдена в программе «Дата рождения» заложено разрушение, разрушение основ культуры, веры, традиций, семейных традиций, ценностей религиозных, нравственных, этических, даже психологических. Заложен элемент тирании, гнобления, уничижения, жесткой требовательности к своим же детям и так далее. Сексуальная озабоченность, ревностное отношение ко всему и всем, предвзятость, жестокость по отношению к окружению и тому подобное. При этом авантюрность и коростолюбие. Вот это свойство ноябрьских и вот этого как раз пограничного знака. 20 число. 20 и 21 это пограничники такие. Переход на ту сторону берега месяца любого. Третья декада. То есть последний день второй декады и готовность перейти в третью. Поэтому в какой-то момент времени Джо Байден пересек эту черту и стал вместо созидателем, охранителем традиций, нравственных, духовных, религиозных и других, он стал ее разрушителем. Что мы и видим по его действиям как президента США. Напомню вам, что отец его Джо Байден-старший прожил 87 лет. Так что у Байдена потенциал долголетия есть. 87 лет это отец, а маму его звали Кэтрин и она прожила аж 93 года. Так что Байден у нас из долгожителей как по отцу, так и по маме. Если даже мы считаем 87 лет, это отец его прожил, Джо Старший, то Байден до 29 года может долгожить вполне себе, при том, что на него тратятся огромные средства для его оздоровления и тому подобное. То есть со временем эта медицина дошла далеко. Отец Джо Байдена, Джо Байден-старший, скончался в 2002 году, то есть 22 года назад. А мама ушла не так давно, мама Кэтрин. Она в 2010 году ее не стала. То есть вот такие долгожители. А если берем срок мамы 93 года, то Байден может прожить аж до 35 года. То есть 29-35 год. Поэтому, очевидно, он знает об этом и собирается вот именно на второй срок, так сказать, став самым пожилым президентом США за всю его историю. Выиграл выборы он 3 ноября 2020 года. Это год Сатурна был тяжелейший, пандемийный, очень тяжелый год и моральный, и психологический и тому подобное. И вот эта вся тяжесть высокосного 2020 года, года Сатурна, субботнего, она легла тенью, такой смертной тенью на весь мир, на США. Ой, и на все, что нас окружает, и все, что с США связано в этом мире. Значит, вот что касается Байдена. Теперь я еще хочу сказать вам, что в прошлом году у Джо Байдена 20 ноября 2023 года день рождения выпала на понедельник. День Луны Небесной Иерархии. И у него положение шаткое, поэтому он отстает, поэтому все попытки его опередить Трампа по процентам не увенчались успехом. Само собой, здоровье ослаблено, потому что что такое год Луны Небесной Иерархии? Медицина, слабость, неуверенность, расшатанность нервной системы, сонливость, нахождение под лекарствами и тому подобное. И вот в этом периоде тяжелом Байден будет до 20 ноября 2024 года. Но выбор это в этом году состоится 5 ноября, и значит он будет в этом цикле понедельника, дня Луны. То есть в уязвимом, можно сказать, унылом, ущербном, тревожном, беспокойном состоянии и с точки зрения медицины, и с точки зрения психологии и так далее. Так что шансы у Байдена победить очень низкие. Значит, потому что, еще раз говорю, день рождения 20-го, и оно на среду выбудет, с понедельника пришел к на среду у Байдена, минуя вторник. А у Трампа ситуация совершенно другая, гораздо лучше, о чем я сейчас вам расскажу. Итак, подводя про Байдена итог. Значит, у этого персонажа, еще раз, год Луны закончится 20 ноября, уже после выборов. Поэтому падение популярности, рейтинга и так далее у него налицо по всем датам. Кроме того, значит, репутация будет подорвана в связях, значит, это здоровье, финансовые нарушения, отношения к детям, педофилия, собственными детьми и другие. И накопает на него очень много компромата, и вообще ему будет не вести, и неудачи его будут преследовать друг за другом. Так что он на низком старте входит в эту компанию, и шансов победить крайне-крайне мало. Вот такой прогноз. Значит, если даже попытаются натянуть ему проценты, то это будет абсолютная афера, ничто иное, как афера. Теперь давайте посмотрим Дональда Трампа. Итак, 14 июня, вторая декада, июнь, живчик. Четвертый ребенок в семье. Вначале старшая сестра, потом брат, потом опять сестра, и только он четвертый. Как в моих видео было сказано, дети многодетных семьях, поскребыши или последние дети, или даже предпоследние, они любимые, артистические, творческие, гибкие, разносторонние, одаренные во многих областях. В творчестве, в культуре, в финансах, в юриспортенции и многих других. То есть мальчики вот такие, не первенцы, а идущие потом, они одарены больше, чем первенцы классические там и так далее. Поэтому он такой разносторонний у нас товарищ. Дальше, что еще интересно, 46-й год, год Юпитера апостольский, великолепный год, послевоенный, радостный, оптимистичный, жизнеутверждающий, музыкальный, год надежды, мира на мир, можно так сказать. И вот этот оптимизм юпитерианский, апостольский, когда открыты все границы, и для Трампа они действительно были открыты. Почему он так продвигался, у него очень шикарная карьера в этом смысле. Почему он непотопляем был столько времени и до сих пор. Почему то разорялся, то опять поднимался. Почему вот эти колебания. Это все июнь, вторая декада и, само собой, год Юпитера апостольский. Когда чудо, везение, удача, неожиданный поворот событий, его то возносят, то приземляют. Вот такая у него особенность. Его отец Фред прожил, внимание, 93 года, как имама Джо Байдена, Кэтрин, тоже долгожитель, по отцу. Отец родился в далеком 1905 году, год первой революции в России, год Ариса Марса, бога войны, разрушения конфликтов и завоеваний. И вот этот дух борьбы, соперничества, успеха, преодоления препятствий, границ, это все заложено в Дональда Трампа от его отца. То есть отец год Марса, 1905, значит, почему и революция понеслась потом по России, вот для нас это коснулось. А сам Трамп родился в год Юпитера. То есть энергия уже другая, более созидательная, энергия надежды. Скончался он в 99-м году, в год Солнца, его отец Фред Трамп. Мама, значит, мама Мэри, 1912 год, а скончалась в 2000 году. Мама Трампа, Мэри, прожила 88 лет, тоже долгожитель. Видите, как Америке повезло. Два претендента в пятницу родились, день гологов и распятие, как сегодня Страстная пятница, почему я вам это и рассказываю. И родители долгожителей. Значит, 87, 88 и 93 года. Это редко очень так совпадает. Уникальное, можно сказать, совпадение. Трамп выиграл выборы 8 ноября 2016 года, когда сами эти выборы начались, во вторник. Первый вторник ноября. Значит, у него шансы гораздо больше у Трампа победить. Почему я объясню. У него сейчас год среды. В прошлом году, 14 июня 2023 года, выпало на среду. Иудин день. День Иуда Искариотского. Тридцеребряников. Подлость, коварство, обман, подлог и тому подобное. Поэтому пытаются Трампа разорить, подставить, лишить его ресурсов, средств, надежды. Почему такие и происходят вокруг него манипуляции, это тоже не случайно. Но 14 июня этого года Трамп входит в пятницу. У него день рождения будет в пятницу. Как и в тот же самый день, когда он родился. Такое совпадение дает шанс победить на выборах. Потому что пятница – это жертва, это Голгофа. Это уже реальная история, квинтэссенция жизни. То есть человек, который рожден в пятницу и поднимается на Голгофу, на распятие, на крест публично. Добровольно жертвуя собой, своей жизнью, здоровьем и всем остальным, как Христос, взяв грехи мира на себя. Вот так и Трамп по-своему идет на крест на распятие с 14 июня этого года. То есть у него пятница, среда заканчивается. То есть его могли бы Трампа завалить и физически уничтожить, и психологически, и морально сломать, и разорить, и унизить и тому подобное только до 14 июня. Если они этого не успеют сделать, враги Трампа, сторонники Байдена, демократы, то время будет упущено. Так что у них шансы до 14 июня, до дня рождения. Потому что 24 год такой же, как 46 год Юпитера, апостольский год надежды, год преобразования и тому подобное. А в этом году этот год еще и высокосный. Поэтому у Трампа шансы, во-первых, получить большие деньги на раскрутку выборной кампании. То есть в него сейчас вкачиваться будут, у Трампа, огромные ресурсы, огромные средства, начиная с дня его рождения. Перед этим уже сейчас собираются суммы, ресурсы. И потом это будет тоже. А, естественно, демократы рассчитывают наоборот. Его разорить и так далее, и пресечь все источники дохода. Но получится все наоборот. Так что чаша весов перевалится после дня рождения Трампа, именно 14 июня. В то время как Байден остается в понедельнике. Но где пятница, а где понедельник, вы же сами понимаете. Это огромная пропасть. Вот такой расклад, который я вам хотел рассказать сегодня в первое видео свое. У себя в городе Тихо, Ленинградская область, куда я приехал на лето помогать моей матушке на даче. Вот видите, природа. Специально для вас снимаю. У нас очень прохладно. Плюс 6. Вот я стою, снимаю. У меня руки мерзнут. Холодная у нас весна. Поздняя, затяжная. Чуть получше, чем в прошлом году. В прошлом году еще хуже. Ну вот, как есть. Поэтому сейчас будет очень сильная борьба. Вот до 14 июня у Трампа еще колебания. Его будут бить жестоко, судить, пытаться так убрать, опорочить и тому подобное. Но это не получится. Его единственное уязвимое место – это деньги. И все, что с деньгами связано. И все, что с деньгами связано, манипуляции с деньгами и так далее. У Байдена же порочность наркотическая, психологическая, психологическая, медицинская порочность через сына и много других потаенных, очень скверных историй, которые, безусловно, выплывут наружу. Ну вот, собственно, все, что я хотел сказать. Итак, Страстная Пятница. Два рожденных президента в Пятницу. А вы знаете, что еще 25-й год – это год Голгофа, год Пятницы. Год Венеры, богиня любви, красоты, материнства и плодородия, изобилия. Так что тот, кто рожденный в Пятницу победит в этом году, в ноябре, вступит на престол Америки 20 января в год Голгофа, в год Пятницы. Представляете, какое совпадение. Два претендента в Пятницу рожденных вступает в 25-м году. Один из них в Пятницу рожденный в год Пятницы. Все символично. Но для нас, для мира, для людей, для всех, Пятница – это Голгофа, распятие, крест, кровь, мучения, страдания и все остальное. Муки, горе, вопли и так далее. Вот такой 25-й год. Значит, если у Трампа, значит, это пороки блуда, пороки любвеобильности, транжирование средств, материальные вот такие захваты ценностей, работа на оборонку и прочее, прочее, но он, естественно, хочет разбогатеть на последнем своем сроке и возраст уже, сами понимаете, какой, и обогатить Америку любой ценой, и не только Америку, но и Израиль сам, то у Байдена абсолютно другие задачи. Оставить после себя, так сказать, наследство, потомство, прочертить путь собственной партии демократической, где лидеров сильных нет, где идет деградация, где провокации, где скандалы. И через такую порочность собственной семьи у Байдена, это, конечно, вряд ли у него получится. Вот такое мое мнение. Ставьте лайки, подписывайтесь, распространяйте это видео, комментируйте, я буду рад. Жду донаты, спасибо вам заранее. Жду на приеме, подписывайтесь. Я здесь с вами, на природе, в России, уже в средней полосе, Ленинградская область. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok